Эфир программы Добрый Райан Тебеларусь продолжается и снова в студии гости. Как же мы этому рады. У нас сегодня в гостях Полина Павлющенко и педагог по вокалу Татьяна Трухан. Девушки, доброе утро вам! Доброе утро! Здравствуйте! Ну какие вы, во-первых, красивые. Слушайте, в осеннюю гамму нашей обновленной студии вписались 100%. Ну давайте поговорим о вас. Пава, да, это твой сценический псевдоним. Я так понимаю, что это производная от имени и фамилии Полина Павлющенко. Ну вот ты прям, ты знаешь, заходила, прям плыла. А, я вот прям видела, наблюдала за тобой, за твоей моторикой, языком, телом. Молодец, круто. Расскажи, раскрой наш, этот секрет Пава, все-таки, что же значит. И как тебе лучше обращаться, Полина или Пава, как тебе больше нравится? Больше Полина, потому что Пава, я на сцене. А Пава появилась так. Перед Евровидением мы решили придумать мне псевдоним. Перед национальным отбором, да. Да. И с легкой руки Анжелины Микульской, генерального директора центра СПАМАШ, я стала Павой. А почему бы и нет? Ну, то есть, выплывает, будто Пава, как у классика. Это все про вас, да? Обученные люди придумали, да, которые понимают в трендах. Так, с псевдонимом разобрались. Давай разберемся с песней, клип, на которую мы обязательно посмотрим, да, в конце нашего включения. «Притяжение мечты», так называется, песня. Немножечко о ней расскажи, кто писал, может быть, это авторская композиция. И как ты сама поучаствовала в ее создании, да? В чем история песни? Песню написал Леонид Ширин на слова Натальи Тамбовцевой. Это песня о мечте, о том, что нужно верить в себя, если надо, быть быстрее ветра, быть в жизни режиссером. И если погода, какая бы ни нас ни была погода, мы всегда знаем, что выглянет солнце, и все будет хорошо. Так, в одной песне, помнишь, пела знаменитая? Я сценарист в ней в этой самой жизни, я режиссер. Такие у вас, Полина, слушайте, ну здорово, да. Управлять своей мечтой. Ну, сразу про клип спрошу, потому что он потрясающий. Вызывали дождь, разбивали головы, скульптур, разбрасывали маршмеллоу. В общем, это какая-то феерия, нам нужны подробности. Расскажи, как проходили съемки. Это было очень круто, было очень много всего. Во-первых, в студийных условиях. Да, в студийных условиях. Дождь мы вызывали, это было довольно-таки непросто, потому что если бы ты ошибся чуть-чуть, то нужно было сохнуть заново, и все... То есть за один дубль, буквально у тебя был один дубль, чтобы снять этот... Ну, самая большая интрига в этой фразе «вызывали дождь». Это какой-то шаманский обряд вы проводили, или как? Пусть это останется тайной. Так, посмотрим в клипе. Давайте поговорим с педагогом по вокалу Татьяна Трухан. Татьяна, давайте вы нам поведете об особенностях вокала Полины, да? В чем ее фишечка, скажем так? Чем она цепляет? Что у нее есть особенное в такой голосе? Конечно, я могу сказать о Полине, что она настоящий боец, потому что она абсолютно не первый, не второй год занимается творчеством. Она с самого детства фактически развивается и очень успешно развивается. И вот сейчас, конечно, наступил тот момент, когда Полина действительно заявляет себя как настоящая артистка. В первую очередь я бы хотела отметить, что выход этого клипа не просто песня, а очередная авторская песня Полины. Это действительно полноценный ее авторский, скажем так, проект, фактически ее творческие мысли, которые проявились в виде клипа. То есть она не только здесь исполнительница, певица, но она здесь и сценарист, абсолютно точно, и режиссер. То есть она человек, который придумал, задумал. И взрослые, конечно, помогли воплотить, безусловно. Полина очень сама, как вы видите, яркая, выразительная девочка. У нее очень приятный, достаточно запоминающий тембр. Вот вы хотите спросить, фишка голоса какая? Фишка голоса у нее, ну, назовем так, для людей, которые не занимаются творчеством, это фирменный рык, да, скажем так, когда она, выходя на верхние ноты, может издать такой характерный, очень ей, скажем так, свойственный призвук голоса. Ну, этот прием услышим обязательно в клипе, да? Обязательно услышите в клипе и сможете оценить. Это здорово у нее получается. День знаний. Как никогда, кстати, пришлась премьера твоего клипа, точнее, придется совсем скоро. Какой гимназии будем передавать привет? Давай у нас буквально минутка до... Конечно же, хочу передать привет своей любимой 42-й гимназии и поздравить всех с днем. Знаний, да, и новым учебным годом. Ну, я надеюсь, ты счастлива от того, что новый учебный год, новые не только тетрадки, но и вообще новый чисто... Более того, одноклассники некоторые поддержали Полину даже в съемках клипа. Кого-то мы там даже увидим, правда? Да, передаю привет моей любимой лучшей подружке, Сашу Волоснову. А вот что значит, что в школьные годы зарождается самая крепкая дружба. Ну, а мы прощаемся с вами. Три часа прямого эфира наши подходят к концу, но мы оставляем вас прекрасной премьерой. Итак, у нас премьера песни Полина Павлюченко и композиция «Притяжение мечты». Клип, который точно должен посмотреть каждый. Время не погодит, что видишь ты, просто сезон. Небо отдаваясь, мой дикий не цветы, в горизонт. Есть и вселенная, и сила на всё. Это моя кино, и я режиссёр, а ты актёр. Стань обратно на берегу, и я к тебе забегу. Я обгоняю ветер, мы на моей планете. Я поднимаю зёны. Я свой попутный ветер, и на углу столетий. Я притяжение мечты. Притяжение мечты. Верю с веселой, не зная одно, надо идти. Путеводная, родная, в моё окно посвяти. Сила созвездивых маяках. Моя дорога в моих руках. И только так, жди меня на том берегу. И я к тебе забегу. Я обгоняю ветер, мы на моей планете. Я поднимаю зёны. Я свой попутный ветер, и на углу столетий. Я притяжение мечты. На полне притяжения Остается понять Безошибачно мнение Люди могут летать Я обгоняю ветер, мы на моей планете. Я поднимаю зёны. Я свой попутный ветер, и на углу столетий. Я притяжение мечты. Я обгоняю ветер, мы на моей планете. Я поднимаю зёны. Я свой попутный ветер, и на углу столетий. Я притяжение мечты. Мечты. Я притяжение мечты. Продолжение следует...